По уборке тротуаров и остановок январь, надо прямо сказать, мы провалили. Но положительная динамика к исправлению уже видна. С этого непростого заявления начал Владимир Бурмистров разбор полетов Рязанской дирекции благоустройства. Орг-выводы сделаны, списки озвучены. В феврале город будут убирать по-другому. И другие. Мы лишили премий весь руководящий состав, своих должностей. Я просто говорю, что мы делали и что нам приходится делать. Своей должностей лишились главный технолог по благоустройству, главный технолог по дорогам, начальник отдела по дорогам, начальник отдела по благоустройству, начальник участка Советского района по благоустройству, начальник участка Октябрьского района по благоустройству, главный специалист по обслуживанию производственных объектов. Потому что так продолжать уже в том же режиме, как это происходило, уже нельзя. Теперь ставка на молодежь. А незаслуженные премии руководства Владимир Бурмистров предложил отдать людям прямо сейчас на рязанских улицах, колющих лед и убирающих снег вручную. Более того, в морозы им будут носить горячий чай. Сегодня это уже сделали. А там, где должна работать техника, она будет работать, даже вопреки желаниям частных собственников, заявил Владимир Бурмистров. Очистка платных парковок от снега – тема отдельная, и по ней тоже есть решение. Плюс у города – это улица Вокзальная, проходящая мимо вокзала Рязани-1, и площадь Ленина. Категорически несколько раз сам лично разговаривал с руководителем, не убирают, точнее, сгребают, не вывозят снег. Но мы сейчас запустили постановление, то есть оно на этот недельный работник, что площадь Ленина и улицу Вокзальную выводят из зоны платной парковки. Это будет тоже, чтобы все понимали, им первое серьезное предупреждение не просто с ними разговаривать, а лишить их основных пунктов, где у них идет заработок. Отдаленные улицы и поселки в штабе по зимней уборке – зона особого внимания. Под надзором все социальные объекты, остановки и тротуары. При этом теперь на плохо работающие управляющие компании жители могут жаловаться прямо в штаб через номер 112. Кроме того, принято решение не платить подрядчикам за работу без утверждения общественности. А это представители ТОСов и просто неравнодушные рязанцы в социальных сетях. Они дают людям свою оценку к качеству проведенной работы. Эту оценку мы обобщаем в общественный мониторинг и каждый день, каждый день, включая выходные дни, этот общественный мониторинг мы направляем в штаб зимней уборки. Дальше штаб централизованно берет в работу в зависимости от того, какие проблемные участки подсвечиваются, озвучиваются. В поселке Борки, например, жители остались довольны грейдированием улиц, но есть и те, кто безответно стучится в двери своей управляющей компании уже не первый день. Эти черные списки сегодня тоже озвучили. Всего 37 актов с разными видами штрафа. Если минимальный порог – это 5000 рублей для руководителя, то для управляющих компаний сумма намного солиднее – от 250 тысяч рублей. Для кого-то особо ленивого наступают темные времена. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».